В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В детской поликлинике Видного для маленьких пациентов открылась добрая комната. Как раз этого и не хватало здесь. В рамках общероссийского приема граждан в здании администрации муниципалитета прошли встречи с жителями. Они должны быть более доступны, ближе к людям, стараться выникнуть в каждую проблему и, конечно же, постараться ее решить. Теперь за забором в Видном огородили здание бывшей инфекционной больницы. Теперь надо думать, что мы будем дальше с этим зданием делать. Коротать время, проведенное в детской поликлинике, маленьким жителям Ленинского округа теперь будет проще. В лечебном учреждении открылась добрая комната. В честь этого для юных пациентов устроили праздник, на котором была и наша съемочная группа. Тишина больничных коридоров в этот день была нарушена веселой музыкой и детскими голосами. Вряд ли для кого открытие доброй комнаты пройдет незаметно. Пусть все люди на свете очень любят друг друга. Пусть не встанут между ними голода злая вьюга. Проект «Добрая комната» запущен во всех муниципалитетах Подмосковья. На первом этапе был осуществлен мониторинг наличия в детских отделениях, медицинских учреждений, игровых детских зон. Данный проект «Партия «Единая Россия» в первую очередь направлен на то, чтобы нашим детям, нашим дорогим детишкам было более комфортно находиться в лечебных учреждениях, чтобы они не так сильно переживали перед процедурами и могли скрасить свой досуг именно в таких замечательных добрых комнатах. В ходе церемонии открытия из рук главы получили дипломы представителей коммерческих организаций муниципалитета, оказавших помощь в создании этой и других добрых комнат. «Надеемся, что в дальнейшем проект получит еще более широкое развитие, дети смогут вместе с родителями приятно проводить время, и, соответственно, благоприятный настрой улучшит их не только настроение, но и здоровье». Это уже четвертая добрая комната, открытая в Ленинском муниципалитете. Две из них находятся здесь же, в детской поликлинике, и еще одна в соматическом отделении стационара Видновской районной клинической больницы. Поликлиника, даже если в ней работают самые добрые врачи на свете, место не самое веселое. Если взрослый человек может книжку почитать или, допустим, посидеть в соцсетях, то малышам остается просто скучать в ожидании приема доктора. Благодаря таким добрым комнатам посещение детской поликлиники становится куда более веселым занятием. В каждой такой доброй комнате есть мебель и игрушки, на полу специальное покрытие, а на стенах веселые рисунки. По телевизору в круглосуточном режиме транслируются мультфильмы. Как раз этого и не хватало здесь, потому что приходишь в поликлинику в ожидании очереди, хочется, чтобы дети чем-то себя заняли, они просто бегали по коридору. А это замечательно, очень хорошая идея. Открытие добрых комнат продолжится и станет как в Ленинском муниципалитете, так и во всем Подмосковье доброй традицией. Ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится Общероссийский день приема граждан. По этой причине с 12 до 20 часов праздничный день в здании администрации муниципалитета было особенно многолюдно. Для того, чтобы записаться на прием к первому заместителю главы администрации Ленинского района Дмитрию Волкову, нужно иметь только паспорт. Секретарь внесет необходимые данные в регистрационную форму и, дождавшись своей очереди, с чиновником можно обсудить любые вопросы, касающиеся жизни муниципалитета. У меня бабушка, она пенсионерка, и губернатор вел такую программу, как «Активное долголетие». Хотел бы уточнить, она начала водиться и в каких центрах она водится. У нас сейчас задействовано почти 900 человек, начиная от плавания, туристические маршруты очень популярны. Это дыхательная гимнастика, пение, скандинавская ходьба и ряд других направлений, которые мы сейчас используем. Тематика обращений граждан широка. От медицины и образования до транспортного сообщения и работы управляющих компаний. Дмитрий Волков отмечает, что 12 декабря важно не только как повод еще раз пообщаться с жителями, но и своего рода напоминанием о том, что делать это нужно как можно чаще. Он тоже для нас является знаком с точки зрения обратить внимание, что мы, как только находится время, должны его побольше находить, должны быть более доступны, ближе к людям, стараться выникнуть в каждую проблему и, конечно же, постараться ее решить. Записаться на прием в этот день можно было к любому из заместителей главы администрации. Общее количество граждан, пришедших на прием – 56 человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Общественные деятели и депутаты Ленинского района добились решения проблемы, которая сложилась вокруг бывшей инфекционной больницы. Здание, наконец, обнесли забором. Теперь на территорию доступа нет. На место события выехала наш корреспондент Юлия Погостьян, чтобы лично убедиться, что отныне эта зона безопасна для прохожих. Еще недавно эта территория была доступна для всех, кто проходил мимо бывшей инфекционной больницы и представляла опасность, ведь здание рушится. Сегодня здесь установлен железный забор. Построенное более 50 лет назад, последние несколько лет, медицинское учреждение не эксплуатируется. Инфекционную больницу закрыли почти сразу после того, как территорию передали в ведение Министерства здравоохранения Московской области. Новые владельцы ограждать здание не спешили. Я живу здесь рядом и наблюдал всю эту картину, связанную с большой опасностью для детей. Потому что напомню, что после школы люди, как сталкеры, дети здесь ходили, бродили по заброшенному зданию. И, естественно, это представляло большие риски для всех. Проблемой занялись члены общественной палаты Ленинского городского округа и муниципальный депутат Павел Цуканов. Вместе им удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Дошли до главы Ленинского района Валерия Венцеля, которому удалось договориться с Министерством здравоохранения Московской области, чтобы самостоятельно заняться наведением порядка вокруг здания и изыскать внебюджетные средства на установку забора. Решение задачи заняло всего пару месяцев. Теперь надо думать, что мы будем дальше с этим зданием делать. Надо понимать, либо оно остается в Министерстве здравоохранения, либо мы просим забрать его к себе, в муниципалитет, в казну, и дальше распоряжаться данным имуществом. Здесь можно все что угодно придумать, и детское творчество, может быть, что-то для детей, может быть, что-то для пенсионеров сделать. Здесь надо уже просто решать окончательно, что мы хотим здесь видеть и что хотят видеть жители этого города. Ну а также давайте не забывать, что данная территория находится в зоне культурного наследия и находится под защитой Министерства культуры Московской области. А это значит, что если здание все-таки снесут, то новая постройка должна точно повторять прежнюю. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно. В Развилковской школе искусств прошел большой праздник – посвящение в первоклассники. В этот день дети, занимающиеся здесь любимым видом творчества, показали, чему успели научиться. За первым в их жизни выступлением на большой сцене наблюдала и наша съемочная группа. В детской школе искусств поселка Развилка всегда многолюдно, но сегодня особенно. У ребят, которые в нынешнем году поступили сюда учиться – посвящение в первоклассники. Сегодня у нас очень торжественный день. Сегодня у нас праздник первоклассников. Этот праздник мы отмечаем ежегодно. И принимают в нем участие все дети, которые пришли в школу в первый класс. Сегодня этот концерт будет знаменателен тем, что дети впервые выступят на большой сцене. Впервые на сцене выступит и Георгий Дегтярев. В этом году сбылась его мечта – начать учиться играть на кларнете. Я хожу на два музыкальных инструмента – на аккордеонный кларнет. Они очень интересные. Один духовой, другой похож на фортепиано. Кларнет – очень интересный инструмент. На кларнете можно научиться сразу трем инструментам – кларнету, саксофону и флейте. Атмосфера Развилковской школы искусств располагает комфортному, а главное – интересному обучению. Именно поэтому родители приводят сюда своих детей. Здесь очень хорошие классы художественные, преподаватели наслышаны, тоже очень хорошие. Другого выбора пока не стояло. Многим первоклассникам уже есть чем гордиться. За первые три месяца учебы каждый достиг определенных успехов. Фортепиано играет, садик, минуэт и этюд. Сегодня каждый показал, чему научился. И благодарнее публике найти было сложно. Арина Пильц, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ. ГТО – это не только нормативы, но и хорошее настроение. В Видновской школе номер 5 прошла сдача Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». К спорту приобщилась и Александра Столярова. Сдача норм ГТО – дело не из легких, но сегодня мы доказываем, что готовы к труду и обороне. В Видновской школе номер 5 ученики 6-х и 7-х классов, их родители и учителя показывают нам высокие результаты и доказывают, что спорт – это действительно здорово. Нормы ГТО нам по плечу. С таким настроением в спортивные зал Видновской школы номер 5 пришли все желающие пройти комплекс. Здесь их ожидали прыжки в длину, отжимания и челночный бег. Проверить свою физическую подготовку решили около 30 человек. Среди них целый класс, который вместе с классным руководителем дружно преодолел все этапы. У нас очень много детей занимается спортом вообще, у нас очень активный класс, мы стараемся участвовать абсолютно во всем, что только происходит в Ленинском районе. И вот сегодня мы все вместе сдаем ГТО. В 2015 году в Ленинском районе начал свою работу Центр тестирования Всероссийского комплекса ГТО. За это время, как отмечает председатель комитета, у тех, кто проходит испытания, улучшается физическая форма. И это доказывает тот факт, что за первые полугодия в Ленинском районе на золотой значок сдало уже 174 человека. Сейчас ребята уже идут сами. Народу намного больше увеличилось. Например, в этом году сдало нормативу ГТО более 2500 человек. Принимали нормативы судьи уже в новой единой форме, что помогало сдающим легко найти их среди большого количества людей. Полностью обеспечить Центр ГТО формой получится к 2020 году. И значительный вклад в это внесла Торгово-промышленная палата Ленинского района. Председатель палаты в интервью отметил, что золотой значок – не просто доказательство вашего превосходного физического состояния, но и для старшеклассников плюсик к баллам ЕГЭ. Конечно же, в следующий раз обязательно приму участие в этом мероприятии, потому что с детства, занимаясь спортом, знаю, что это такое, люблю его, и рекомендую всем сдавать и участвовать в этих мероприятиях. Сдача норм ГТО сегодня – это личное желание каждого проверить свою физическую подготовку. На фотографии, сделанные после сдачи комплекса, все улыбаются. А значит, ГТО – это не только нормативы, но и хорошее настроение. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.